ребята привет хочу сегодня перезадить для вас очень крутое видео с прошлого года наверно одно из моих любимых перезадить чтобы вы могли посмотреть поднять вам всем настроение да и наверное многие не видели потому что он где-то валяется внизу списка внизу хронологии и его никто наверно не видел почти так что ребята вот мой инстаграмчик жмите нужные кнопки пишите побольше комментариев и погнали смотреть видос мальчишки и девчонки всем привет пацаны с вами евген и да это не кликбейтное название и да я никуда не делся бы рассказать вам про вот это вот по 3 пассата девяносто сука 3 года который разрывает абсолютно все тачка на каждый день у него присутствует салон все аккуратненько все хорошо его просто газуал с прострелами дизель то значит сначала я уточняю это не насос форсунка это самый быстрый в мире мотор а fn который вы только могли видеть если вы найдете где-то мотор вот такой вот быстрее не насос форсунку просто скиньте мне покажите потому что ну сколько мы искали мы все перерыли этого просто нету мораль сей басни такова не надо говорить слишком много здорово вот и вышло следующее видео это наверно же нас 8 серия нашего блога в которой мы расскажем что говорили про vdt расскажем что они реально едут и покажем вам всю правду про кулешова из тех 78 которые на самом быстром дизельном пассат b3 поэтому ставьте лайки подписывайтесь на канал колокольчик чтобы не пропустить следующие видосы и погнали смотреть видос а чтобы не пропускать самым первым новости какие-то интересные подписывайся на инстаграм погнали короче маленькое предисловие но собственно все знают наверное кто смотрит мой youtube что строю дизельного гольфа интересуюсь сейчас этой темой знаю не так много машины в наших белорусских то и знаю валеркин гольф знаю себя от кордобу которая ехала в прошлом видосе с гольфом валилиным знаю себя ты лицу которая ехала в прошлом сезоне вот и тут короче натыкаюсь я на видео в интернете евгения кулешова который говорит что есть посад который самый быстрый и мне конечно стало интересно что там да как посмотрел я видос про посад b3 и по словам как бы евгения кулешова это просто ракета и мне очень стало интересно посмотреть как она едет и тут в инстаграме видим что у них будет заезда не будут снимать челленджера и как бы тоже хотим посмотреть хотя бы на это все и они искали тачки быстрый не обязательно даже дизельный там 300 сил что не спрашивали и суть была в том что ребята из в дт предложили свои машины как конкуренты но их почему-то продинамили ну короче едем хотя бы посмотреть на это все со стороны едем сегодня на сироки на самый так сказать овощной машине из валеркиного автопарка 22 мая сегодня и если нам повезет то мы все-таки пойдем на съемки кулешова и владельцу посадок b3 и сможем заехать им хоть они прячутся но постараемся их найти саша написал со своего другого аккаунта саша кочанович на сиате кордоба которая валит когда они поняли что это пишет саша они тоже его продинамили . . выезжаем посмотреть эти заезды но 99 процентов с в дт не не поеду короче мы нашли заправочку и смотрим он челленджер приехал и за нами еще и паркуется красота шпионы что гаи к ним подошло он мистер кулешов пока марок это приехал здрасте покрасьте женечка что-то недовольный какой-то обеспокоенный чем-то кулешов там рассказывает что он спасать и не поедет говорит поставлю там камеру бы ехать страшно автопарк квадровая audi комарик челленджер там 350 этих тут лишь у ребят в прошлом кадре видно как мы скрытно снимаем стоим по центру ок окруженные их тачками и вот так вот с телефоном скрытно очень вообще никто не видел все арабы выдвигается но мы тоже за ними поедем будем смотреть что будет пасек уже первым стоит потом за ним камара челленджер audi a4 350z infiniti и us и тридцать девяточка едем по мкаду вам каду а вот и пасатик чтобы понимали саша вчера набрал владельцу а тот сказал что заболел сегодня он уже здесь надеемся что саша приедет просто жара за нами вон челленджер все ребята едут ой немножко что-то сизый дымчик был надо какой-то не черный у пасатика такое едем по знакомым местам здравствуйте здравствуйте вы видите мы снова в нидерландах а перед нами по словам и мнения кулешова самая быстрее дизельная городская машина беларуси чуйка подсказывает что сашка приедет он еще звонил спросил девы блин если он приедет это будет просто жара кайта остановочка неужели прям здесь это будет происходить смотрим-смотрим идем указание директор идти где не снимает что-то тут я тоже да из-под тишка снимаю цирк короче сейчас будет ехать к челленджер и фасад а мы сразу с валерой поедем дальше на мост и посмотрим кто приедет первый если они конечно будут видишь до моста ну и по факту мы хотели ехать на мост но не тронулись раньше чем мы мы просто решили поехать за ними посмотреть вообще этот заезд вот они и подстроить подстроились ждут годков изи катка на сиропка которым нет даже этих 250 сил вот это интересно и жара под тупынка от едешь снимать заезд на более слабой тачке начинаешь выезжать причем мы и пасека догоняли так у ребят второй заезд решили с места походу чтобы вы понимали у ребят телезина получше чем у нас у нас обычная какашечка тут машина просто едет на челленджер не смотрит зеркала это точно в нас перестроился сейчас встали машине перегородили блин мкад сзади фура не додумались еще перед фурой встать что-то я подозреваю что пасад не едет ни ху а ребята еще раз уточняю мы на фальсвакен сиропки мы этот раз не на гольфе вот сиропки у нас 230 сил закрывая наверно форточку а то сейчас будет гусь просто пипец так увеличиваем смотрим что-то непонятно ну мы поедем за пасадом тормозит второй заезд максимально мутный что-то они тронулись комарик тронулся раньше пасад поехал комара нажал в тормоз мы поехали за пасадом приколюха но мы не отставали от пасека вообще и чтоб вы думали саша приехал полгожданная встреча саша их догнал не саша с нас и догнал поговорить ну что будет что давайте давайте нет не отказывайтесь от заезда что-то там не 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 может выйдем спросим у меня тоже каждый машин каждый день начинаются отверсти провес колес базар в пасеку ехал я считаю это провал просто максимально увидел наш сиат и все ведь всем пока сейчас заезд челленджер против 350 c с украшения сможешь локального строительства нет бля доехать сможем просто бедную да еще нет саня там просто в точку ушел короче мы удаляемся со всего этого действия потому что это ни о чем просто ехать не с ним саша саша уже уехал и вы там смотреть не особо собираемся короче наш вердикт или мой как минимум что евгений пулешов и дмитрий стек я еще раз повторю о чем говорил саша и дима то есть саша подошел говорит давай заедем дима говорит у меня машина не подготовленная у тебя подготовлены к чему может быть подготовлена машина саша если он ездит каждый день на ней саша сорвался с обеда приехал а дима то есть подготовлен был заезда с челленджером но не подготовлен заезда с я там бред полный короче очень некрасивая ситуация вышла дизлайк однозначно и собственно после недолгого разговора дима стек на посаде сказал просто не все всем спасибо всем пока я уехал а явно приезжал кататься со всеми кто захочет видимо он понял что даже сиропка была мощная его догоняет и он понял что здесь ему ловить нечего потому что это будет просто провал едем уже обратно в гору ехали на локацию эти ребята хочу уточнить еще раз мы сзади ехали снимали соответственно мы не слышали их гудков и только когда мы видели черный дым от посада и громкий выхлоп челленджера только после этого мы нажимали на педаль газа то есть мы стартовали примерно на секунды полторы две дольше чем они позже чем они хотите верьте хотите нет в сиропе еще и буксующая сцепа она не тащит эти там 230 сил которые в ней есть сегодня уже 25 мая и наконец-то вышел видос от кулешова про челленджер там нет ни одного заезда понятно с нами там нигде этого не видно и все очень красивенько ссылку оставлять на видосы со всякими матами-перематами не планируют такой нецензурный контент рекламировать но как-то не очень хочется человека дети могут смотреть как минимум поэтому найдете сами если вам интересно но смотрите что было в тот день после того как мы к ним съездили мальчишки и девчонки значит это обращение ко всем компаниям организациям которые занимаются тюнингом дизелей или бензинок неважно особенно это касается минских гонщиков значит мне и диме уже просто надоело отвечать на эти выпады что давай с нами заедем домой давай с нами заедем у вас не самая сильная тачка и так далее мне надоело уже просто отвечать поэтому я записываю этот ролик чтобы у вас было понимание на при каких условиях у вас есть шанс заехать с одной из наших машин значит все просто просто так на вас время тратить никто не собирается вы нам вообще не нужны вы нам не интересны и не нужны но если вы хотите сделать заезд это можно сделать без проблем если вы выполните одно условие а именно соберете 3000 долларов на и переведете их на карту если вы со мной хотите заехать переводите мне если с димой хотите заехать переводите эти деньги диме и только тогда у вас есть шанс заехать с одной из значит из наших тачек других вариантов у вас просто нет потому что втихаря приезжать на мои сходки и пытаться как-то договориться с димой чтобы давай мы сейчас заедем и так далее снимать какие-то свои видосы причем я этого не знал мне потом уже рассказывали об этом люди такой херни больше не будет таких шансов бесплатных вам никто больше давать не будет единственное условие которое есть это 3000 долларов за заезд чтобы просто мы на вас обратили внимание других вариантов у вас просто нет даже не пытайтесь значит все те кто сейчас пиздит в ментариях что-то там пытается как-то меня задеть и так далее особенно те блять уёбки которые вчера приехали втихаря хуй знает через кого блять прознали где будет у меня сходка и что-то там блять попытались сделать хуй не сказали что мы с втд гаража сразу блять как только мы приехали все вместе я-то в душе не ебал кто вы такие нет вы блять как мыши нахуй ебучие приехали и что-то там попытались сделать ой блять дима нахуй давай заедем три косаря нахуй педрилы блять и блять вам заезд чё сука непонятного я сказал кто хочет лично блять со мной пообщаться я сука без проблем пообщаюсь гандоны нахуй ебучий три косаря блять скидывайте нахуй на карту иначе дальше будете блять отсасывать на заправках кто нахуй отказывается от заезда просто с вами блять с кончалыгами нахуй ебучими за бесплатно блять никто не поедет идите нахуй три косаря или просто будете дальше отсасывать все ну вы все поняли да но это комментировать точно никто не собирается максимум что можно на это ответить это три косаря блять скидывайте нахуй на карту иначе дальше будете блять отсасывать на заправках вот почему не тысяча я могу вам тысячу долларов завтра да дорогие мои подписка лайк колокольчик и максимальный репост ну что ребята мне кажется чисто за счет последнего этого ролика с гонками этот видос достоин лайка и репостом куда-нибудь в контакт или там на стену или себе в stories просто буду всем от души благодарен за эту услугу а так спасибо что смотрите приятной вам недели выходных и на связи пока